Музыка Целый год наши аграрии растят урожай. С осени и по весне сеют, ждут всходов. Затем подкормки делают. Просят погоду благодатную, чтобы зерно наливалось. И всё это почти год. А вот убирать оперативно надо. Недели за три не больше. В этом году каждое зернышко зерновых и зернобобовых должно оказаться в закромах до 20 августа. В эти дни наши съемочные группы также выезжают на уборку, чтобы оперативно, заметьте, так же, как и аграрии, привезти вам весть из полей и рассказать о тех, кто зернышко к зернышку собирает наш общий каравай. Обо всем об этом у нас в деревеньке. Традиционно начало и конец уборки урожая торжественно отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Зажинки – один из древнейших земледельческих праздников. Считалось, каков будет зажин, таковы и зажинки. Жатва подводила итог всему многодневному труду крестьянина. На доброе надворье – дай Боже! На богатый урожай – дай Боже! На заморожнее шестер – дай Боже! Традиции живут и по сей день. В этом аграрном сезоне первые в области сноб сжали в Могилевском районе. Все было хорошо, тяжело. Утром сжали, а вот такая теплота, лен брать ходили. На смену серпам пришла современная техника. Ровно год своего выхода ждут комбайны. На полях области трудятся больше тысячи экипажей. На уборку выходят опытные комбайнеры. Им – помощь молодежь. Спустя несколько дней уже появились первые экипажи-тысячники. С рассвета в поле открытого акционерного общества «Рассвет» имени Орловского – два Ивана. Солонович и Багель. Оба с опытом. Говорят, в этом году урожай зерновых и зернобобовых удался. Сегодня начали в 6 утра. И вчера до 22 убирали. Ну, пока до дождя. Работаем уже третий сезон вместе. Намалачиваем каждый день от 100 до 150. В зависимости от погодных условий и урожайности на поле. Но это не предел. Для Ивана Леонидовича это 31-я уборочная. Для его молодого коллеги – 8-я. С малых лет Иван Багель знает, как тяжело и почетно убирать хлеб. Помощниками комбайнеров работают, кстати, студенты, которые во время каникул хотят и опыта набраться, и заработают свои первые хорошие деньги. Выезжали на поле. Работать вот нормально. Потерей не было. Комбайн подготовили вовремя. Ну, все хорошо. Уборочная – это очень ответственное время. Важно, чтобы и запас топлива был 10-дневный, и техника работала исправно. И погода была хорошей, без дождей. Приятно быть на поле таком. Крестьяне вырастили очень хороший, очень хороший хлеб. Его просто надо организованно, качественно убрать. Все для этого есть. Техника, топливо. Надо, чтобы были только организаторские способности. В каждом районе свои особенности уборки. Глузкие земли, например, это в основном песчаная почва. Поэтому не каждая сельскохозяйственная культура на них даст хороший урожай. Местные агрономы подбирают менее требовательные к плодородию землерастения, чтобы не отставать и даже опережать. Уборка – это еще и соревнование. Мы на такие культуры, как пшеница, сильно не замахиваемся. В основном выращиваем неприхотливые культуры. Это азимая рожь, азимая третикалия, ячмени и овсы. Что касается урожайности. Урожайность, в принципе, по уровню прошлого года. Где-то 26-27 центров на круг собираем. Надо в оптимальные сроки, в сжатые сроки, убрать зерновые, доработать их. Для этого в хозяйстве имеется три зерносушильных комплекса, которые, в принципе, 300-350-400 тонн в сутки зерна мы дорабатываем. Земли открытого акционерного общества «Агрофирма Славгородский» занимают почти половину Глузского района. Здесь много лесов, а значит и размер полей невелик. По 6-7 гектаров. Самые большие – чуть более 50 гектаров. Комбайнерам приходится много времени тратить на переезд. Отсюда и выбор тактики – работать небольшими группами. Когда до 10 работаем, до пол-11, пока раса не упадет. Погода, погода влияет. Я считаю, если будут заинтересованы все от доярки до механизатора и до высшего чинов, то будет урожай. А если так себе, то не будет. Я считаю, что это работа всех наших людей. Собрать урожай достойны хозяина областного праздника тружеников села Дожинки. Такую задачу ставят перед собой в Кличевском районе. Работа идет прекрасно. Погода радует. Все хорошо. Техника тоже не подводит. Отряд предприятия «Совхоз Кольца» из пяти комбайнов с транспортной поддержкой убирает ржаное поле. Полторы тысячи гектаров зерновых. Три недели работы. Хороший заработок для людей. Весомый урожай для хозяйства. Будем говорить так, не хуже, чем в прошлом. А хотелось бы и лучше. Ну, хотелось бы. И сцеплят по осени, считает. Посмотрим, когда закончится уборка, какой будет урожай. В этом отряде, кстати, едет на комбайне сын Скороходова, Владимир. Он машиностроитель по образованию, работает в сельском хозяйстве инженером. А в напряженное время пересаживается на комбайн, потому что хорошо знает технику и считает, что с современными машинами лучше справляются молодые. Погода, топливо, ну и человеческий фактор. И все, и вся работа. Теперь новости о жатве идут номером один во всех средствах информации Беларуси. Поэтому публика у комбайнеров есть. Журналисты, аисты и туристы. Всем нужно знать, как убирают хлеб. Главное, чтобы душа лежала к этому и сердце. Чтобы все это было присуще человеку, который вырос на земле. У вас душа и сердце лежит? Конечно. Раз в сельском хозяйстве работаем, значит, лежит. Николай Целиков убирает хлеб с 16 лет. Сначала помогал оттуда механизатору с 30-летним стажем. Но уже второй сезон он комбайнер, а отец помощник и советчик. Он старание. Тогда оно все приходит с годами. Рядом с опытными комбайнерами работают помощниками студенты. Ради опыта и ради заработка. Хорошо трудиться. И чтобы не ломаться, следить за комбайном, чтобы было все отлично. Хлеб хороший вырос? Отлично. Что нужно для того, чтобы хорошо его убрать? Стараться. Хорошо пройти уборку. Ну что, работать? Что ж, работать еще раз, работать. Что ж, погода в этом году стояла, как говорят, Кличевская. Для песчаных земель этого района влаги достаточно. А вот засуха страшная вещь. Поэтому в очень сухом 2015 году Кличевщина много потеряла в урожае. Зато в прошлом прибавила четверть. И в этом году надеется еще на большее. Поэтому в ответственную уборочную пору Кличевским хлеборобам самые наилучшие пожелания. Я скажу, в первую очередь, всем здоровья, потому что уборка – это очень тяжелый труд. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ну а все остальное у нас есть. Хлеб вызрел и налился. Так что район готов к уборке. И надеемся на очень хорошее урожае. Убрать зерновые и зернобобовые необходимо до 20 августа. К этому же времени надо посеять и озимый рапс. Лес – замечательное место, куда можно отправиться на пешую прогулку, подышать свежим воздухом. А еще лес – это сокровищница даров природы. Грибы, ягоды. Кстати, пришло время собирать лесную ежевику – сочную кисло-сладкую ягоду, в которой много полезных веществ. Осталось только ее найти. Наши предки хорошо знали о целебных свойствах ежевики и применяли ее как противопростудное средство. Впрочем, эту ягоду ценили также за вкус и аромат, ели как лакомство в свежем виде. Готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. Листья ежевики заваривали как чай вместе с листьями смородины и земляники. Как правило, в августе крестьяне задумывались о приближающихся холодах. В полдень 23 августа наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах. Если она тиха и спокойна, осень будет безветренная, а зима – без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду. Сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета – начале осени. Большой огород, красивые цветы, овощи в теплицах и на грядках. Наверное, таким дачным участком сегодня никого не удивишь. Горожане, которые приезжают в деревни на теплый сезон, уже нередко заводят куры и даже кроликов. Но чтобы дачница завела в хозяйстве бычка и поросенка, о таком мы, наверное, узнали впервые. Ой, моя лапочка моя, хавросичка моя. Он послушный такой у нас. Бычку Мирону полгода, он уже второй у хозяйки. В прошлом дачном сезоне Мария Михалёва успешно вырастила другого бычка. В этом году хочет повторить успех. И потому усиленно кормит Мирона свежей травой. Маленькая славгородская деревенька у Луки, родина Марии Александровны. Здесь осталась материнская хата. Раньше была дачей только на выходные, а теперь, когда хозяйка на пенсии, она проводит на славгородчине весь теплый сезон до октября. И хотя раньше она работала на фабрике, но свое удушевление взялась за сельскую работу. Моя рыбка золотая, хаврошечка моя. Вот, садись. Мама почешет тебя, мама пожалеет тебя. Давай, пожалеет тебя. Да? Любит у нас, когда его чешет, любит, любит это. Да? Пузырек? Пузырь, да. Пузырек. В общем, кроме обычных дачных радостей, Могилевченко завела себе домашнее хозяйство. Давай, выходи, выходи, выходи. Ну что, не хочешь? Что-то, не бойся, не бойся, там не бойся. Кроме бычка и поросенка, у Марии Александровны во дворе больше двух десятков кур. Идем, скорей. Тут, 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 тут. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Кто быстрее? Только не рассыпай, не рассыпай. Все это – будущее питание для всей семьи. Труда очень много, но для меня это удовольствие. Как бы там ни было хорошо или плохо, болею, все равно нужно подниматься и вперед. Газон и кресло-качалка или отдых на лавочке у забора – это совсем не в стиле улукской хозяйки. Вот и вместо букета – зеленая ботва кормовых бураков для цыплят и поросенка. Вот это вот весь огород полностью, где вот все подсолнухи, все – картошка, свекла, морковка, горох, лук, капуста. Все, что надо. Даже желтые подсолнухи здесь тоже не только для красоты, а тоже на корм птицы. Хозяйка говорит, под лежачий камень вода не течет. Мне как-то силы, вот даже земля дает силы, потому что ковыряюсь, ковыряюсь, все-таки вот такое чувство бодрости. Уставшая, кажется, ну все, нет, по городу похожу, туда-сюда, там цветы, там траву, там еще чего-то. Все совсем другое. Своё самое вкусное, говорит хозяйка, совсем не такое, как с полок магазинов. Это мне кажется, что своими руками вот это вот все сделано и совсем по-другому. Вот с такими мыслями и работают горожане на деревенских рядках, как пчелки. А земля мне очень нравится, я люблю ковыряться, я жду, когда весна, мне нужно посадить. Все говорят, что ты торопишься, что-то мороз такой будет, что ты торопишься, а мне надо, 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 бегом все делать. Но пока у дачницы впереди самый приятный сезон сбора урожая. Ведь хозяйство – это не только хлопоты, все усилия окупаются доходом. Да, большой доход, конечно. Потому что не покупаем тогда, фарш не покупаем, картошку не покупаем, свеклу, морковку, лук, чеснок – это мы ничего не покупаем. Всё своё. Спасут ли дачники белорусскую деревню? Во многих уголках Могилёвщины на этот вопрос отвечают утвердительно. Дачники – это залог того, что деревня не исчезнет с лица земли. Дети и внуки сельчан не бросают дома, полученные в наследство, а пытаются сделать из них усадьбы для загородного отдыха. А когда приходит время пенсии, то многие и вовсе переселяются в родные места. Здесь и воздух свежий, и на грядках растёт своё и чистое, и перспективы, и пейзажи. Или, как говорят народные мови, доляхляда и краевиды приятнее глазу. В таких случаях почему бы и хозяйство не завести, как Мария Михалёва? Посмотрим, чем будут удивлять деревеньку дачники Могилёвщины в будущих сезонах. Могилёвщины в будущих сезонах Над деревенькой Большая Комаровка разливается песня. Это высокские музыки встречают гостей, нашу съёмочную группу. 15 лет в Большой Комаровке существует фольклорный ансамбль. Его участники – артисты от 30 до 80 лет. Кто-то находит время для песни среди трудовых будней, а для кого-то это любимое хобби на заслуженном отдыхе. «А я всё люблю, сядем моя Маруся!» Высокские музыки знамениты на весь Шкловский район. Гастролируют по ближним и дальним деревням и, конечно же, желанные гости на любом празднике. «В Белыниче ездили, в Череку ездили и по своих маленьких деревнях, так сказать. Нам песня строить и жизнь помогает. Так и нам». Репертуар у музык разный. Самая любимая, конечно, народная песня, потому что родная. А ещё частушки, потому что про жизнь. Но могут и что современное исполнить. Есть в репертуаре и украинские народные песни. Им своих подруг научила Софья Тейхова. «Сижу я в край веконечка, Та и так соби думаю, Чи приде милый меч, Ни що часто так мені сныця, Підхожу ближче до вікна, А він стоїть міється». Это было дуже давно, в 1976 році. «Ну, вийшла я замуж за Беларуса. Приїхала сюди. Вовжу живу вже 40 років тут. Ну, вже 9 років немає моєго мужа. Ну, тут, звісно, вже діти у мене, дітки. Уже троє. І внуков сім». Летом на отдых в Большую Комаровку часто приїжають гости. І з міста, і з соседних деревень. Тоді ансамбль заметно увеличивається в розмірах. Тут вам і танцори, і музиканты, і інші артисти. Гуляють всі деревні. «Приїхали віддохнути, увидели, що тут замечальна. Атмосфера, да. Ансамбль у нас класний. Ми теж любимо це дело. Ми їжджаємо в деревню, це настільки благодатньо, настільки добре, душою, телом віддіхаєш. І це просто замечальне. Це рай, це дійсно рай. На нашій землі. Як треба мене мало, Як треба не много, Жила би деревня моя, Жила би деревня моя. А не веселая, жизнерадостная. Да, всякое бывает. І неприятности случаются, і здоров'я пошаливає. Але високские музики не унывають. Ведь є песня. Як здесь говорят, ісцеляє вона і душу, і тело. Що мені нравится, що мені нравится в цьому колективі. А вот жінчіне нравится. Вони заводні, вони класні. Молодіжі должна поучитися от цих жінчин. Вони успевають дома все зробити. І скотину і накормити, і напоїть. І детишек, і внучек, і всіх дітей. І ще успевають приходити, пісні петь. А ще гостей встретити хлебом, солью. І веселі пісні. Приїжджайте, вам будуть раді. Один із важних августовських праздників – Медовий Спас. В старину пчеловоды строго соблюдали традицію переносити в церковь свеже собранний мед. Кроме того, крестьяне приносили овощи і семена, собранні летом, як результат роботи. Эти традиції живы і по сей день. Медовий Спас і Лимакавей – дуже красивий праздник. Убедитися в цьому можна, побував на Голубой Кореніце в Славгородському районі. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова Славгородському районі.